В Андижанской области в соответствии с поручением главы государства Верховного Главнокомандующего реализованы меры, нацеленные на комплексное улучшение условий службы и досуговые на служащих воинской части в городе Ханабаде, где после масштабной реконструкции и полного обновления материально-технической базы, строительства, инфраструктурных, социально-бытовых, культурных объектов в эксплуатацию сдан новый военный городок. С условиями, созданными для защитников родины, ознакомилась Кристина Зуева. Из года в год национальная армия Узбекистана развивается, укрепляется ее материально-техническая база, а условия, созданные для военнослужащих, заслуживают особого внимания. Это воинская часть, расположенная в городе Ханабад в Андижанской области. Еще три года назад она находилась в критическом состоянии. Общежития, столовая, зоны отдыха не соответствовали стандартным требованиям. Так, по поручению главы государства, в ходе его визита в Андижанскую область, в первую очередь были решены вопросы совершенствования материально-технической базы, создания благоприятных условий для солдат и офицеров, а также обеспечения комфорта для их проживания и отдыха. За короткий промежуток времени данная воинская часть приобрела новый облик. Открытие объекта было приурочено к празднованию Дня защитников Родины. Сегодня в нашей воинской части сданы в эксплуатацию новые объекты. Выглядит все совершенно иначе. Мы очень рады и обещаем выполнять свой долг перед Родиной, защищать наш народ всегда. Стоит отметить, в результате проводимых реформ в системе вооруженных сил была улучшена военно-техническая база нашей армии. Безусловно, это и забота о нашем народе, об их безопасности. Сегодня воинская часть выглядит совершенно иначе. Помещения оснащены компьютерами, учебным и лабораторным оборудованием. Возвели ряд новых объектов. Как отмечалось на мероприятии, в настоящее время акцент ставится на улучшение условий жизни для военнослужащих. Речь шла и о работе, которая по сей день продолжается по всему региону. В этот же день, в связи с 28-й годовщиной создания вооруженных сил Республики Узбекистан, воинской части передали автомобили марки Nexia 3 и вручили благодарственное письмо. Особенно подчеркивалось, что в современных условиях противостояния в информационном пространстве усиление борьбы за умы и сердца, особенно молодого поколения, значительно возрастает роль и место военно-патриотического воспитания. Ровно год назад на этом месте начались строительные работы. В настоящее время здесь уже имеется частный двухэтажный духовный центр, актовый зал на 200 мест, читальный зал и библиотека на 20 мест. Также введена в эксплуатацию электронная библиотека и медицинский центр на 16 мест. А еще построили спортивный зал, отремонтировали общежитие, провели реконструкцию столовой на 120 человек. Вы видите, какие удобства создаются для военнослужащих. Сегодня и в нашей воинской части состоялось торжественное открытие новых зданий. Все очень рады этому. Особенно рады строительству Центра духовности и просветительства. Эти работы также были направлены на реализацию пяти важнейших инициатив нашего президента. Стоит отметить, еще одним важным аспектом является реализация пяти важных инициатив, выдвинутых главой государства, которые осуществляются в этой воинской части. Активистами проводятся различные духовно-просветительские мероприятия. Действительно, для повышения обороноспособности страны необходимо, чтобы военнослужащие наряду с боевой подготовкой обладали образовательным потенциалом, особыми моральными и духовными качествами и навыками, а также приобретали современные военные знания. В сознании каждого из них особое внимание уделяется укреплению его собственного чувства принадлежности, вовлеченности в происходящее вокруг, активной жизненной позиции и патриотизма. Эти аспекты и не только были отражены в показательных выступлениях.